Мероприятие по подготовке инфраструктуры объектов ЖКХ к очередному осенне-зимнему периоду и получение паспортов готовности для их дальнейшей эксплуатации – основная забота служб жилищно-коммунального хозяйства региона в летний период. В этом году подготовку к осенне-зимнему периоду в Наринмаре и поселке Искателей начали еще в мае. Погода этому благоприятствовала, несмотря на то, что топительный сезон официально был завершен только 15 июня. Кстати, за последние пять лет в текущем году было самое раннее отключение отопления. Для сравнения, в 2020 году отопительный сезон завершился лишь 6 июля. Учитывая то, что у нас на Крайнем Севере короткий летний период, теплое время, поэтому идет активная подготовка к осенне-зимнему периоду. Еще раз скажу, основная наша цель в том числе – в этом году закончить в конце сентября котельную в поселке Искателей, которая является одним из основных критериев получения паспорта подготовки к зиме. Ну и, соответственно, тоже все органы местного самоуправления под контролем нашего департамента принимают непосредственно участие в подготовке к зиме. Предприятия объединенных и тепловых сетей города Наринмара осуществляют работы по подготовке объектов муниципального образования к зиме в плановом режиме. Из окружного бюджета на эти цели в этом году выделено более 17 миллионов рублей. На эти средства предприятие капитально отремонтирует системы энергоснабжения четырех котельных на улице Волчейского, 60 лет октября, Студенческая и Ленина. А также проведет капитальный ремонт тепловых и водных коммуникаций по улице Октябрьской. Кроме того, за счет собственных средств ПОКИТЭС осуществляет капитальные ремонты систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации и водоводов. Всего в списке значится 20 мероприятий. Все работы выполним в срок, отметила директор предприятия Наталья Бетхер. А вот с некоторыми предписаниями территориального отдела Печорского управления Ростехнадзора ПОКИТЭС не согласна и будет оспаривать. Поясним. Ежегодно муниципалитет должен получать паспорт готовности к ОЗП, который выдает комиссия Печорского управления Ростехнадзора. Два предыдущих года муниципалитет такой документ не мог получить. Так, например, в прошлом году препятствием для его получения стало наличие задолженности потребителей тепловой энергии за поставленные энергоресурсы свыше 128 миллионов рублей. Стоит отметить, в отопительном сезоне 2018-2019 годов данный показатель составил 500 миллионов рублей, но паспорт тогда был выдан. Получить документ готовности к зиме с каждым годом всё сложнее, поскольку постоянно меняются стандарты и требования. Цифры говорят сами за себя. В 2019 году муниципалитет сдал в Ростехнадзор 7 тысяч документов, а в 2020 году 12 тысяч. Порой совершенно формальные условия являются основанием не выдавать паспорта готовности. Но, как мы все понимаем, не паспорт даёт гарантию безопасно перезимовать. Поэтому максимальные усилия муниципальных предприятий Наринмара направлены на реальные работы по подготовке к осенне-зимнему сезону, отмечает мэр города Олег Белак. Для заполярного района лето также горячая пора. В короткий навигационный период необходимо обеспечить населённые пункты округа энергоресурсами в рамках опережающего северного завоза. Он идёт в рамках нашего плана графика, поэтому никаких рисков мы не видим. Ну и, соответственно, тоже держим руку на пульсе для того, чтобы наши жители жили в комфортных и безопасных условиях. По информации главы администрации Заполярного района Надежды Михайловой, в населённые пункты округа завезено более 68% от общего объёма дизельного топлива, более 76% угля, доставка дров выполнена на 64%. На местах приёмку энергоресурсов осуществляют комиссии, которые состоят из представителей общественности, депутатов и глав поселений. Напомним, подрядчику компании «Вертикаль» необходимо поставить в отдалённое сёло Неницкого округа более 11 тысяч тонн нефтепродуктов, 22 тысячи тонн каменного угля, 8 тысяч кубометров дров и почти 313 тонн топливных брикетов. При этом уголь должен быть марки «Д» выработки 2021 года, обогащённый. Топливные брикеты должны быть изготовлены из химически необработанной древесины твёрдых и мягких пород деревьев. Северный завоз традиционно начинается после прохождения ледохода. В первую очередь груз завозят по малым рекам.